Итак, мы продолжаем перечитывать книгу нашего учителя, чтобы ты остался евреем. Равина Равицка-Казильбер. Итак, эта глава называется «Мы женим детей». Первой мы выдали замуж нашу старшую дочку Сару. Я бегал, бегал и нашел для молодоженов недорогое жилье. А владелец квартиры выдвинул два требования. Первое. Плату за съем квартиры я буду вносить в начале месяца. А второе. В случае прихода Машиеха молодожены должны освободить квартиру в течение двух недель. Тут же составили договор. У меня подходящей бумаги не было. И копию я набросал на проездном билете для автоуза, которая еще не полностью была использована. Я хоронил его два года, пока мы снимали квартиру. А потом хотел воспользоваться. Там ведь было еще пять или шесть оплаченных поездок. И для нас эти деньги были ощутимы. Но уже этот билет вышел использованием. К квартире у зятя претензий не было. Но условия аренды его не устроили. Что значит, через две недели после прихода Машиеха надо съехать. Хотя бы месяц предоставил бы нам. Сегодня у моей старшей дочки Сары благословен творец. Девять детей. А жена пошла работать на кухню в Яшиву Мир. Подрабатывала на почте и в магазине. Позднее Гита устроилась лаборантом в семинарии Бейтьяков. Это учебное заведение для религиозных девушек. И опять рассказывает Хава Куперман. Саре, нашей старшей сестре, было уже 24 года. И мама хотела, чтобы она поскорее вышла замуж. И сразу по приезде моя мама оценила обстановку. Она видела, что выдать дочь замуж, как подобает, нужны деньги и немалые. В Израиле принято, чтобы за девушкой, которая собирается выйти замуж за Авреха, учащегося Колеля или Яшивы, давали приданное. Мама решила срочно начать работать. А папа сказал, надо иметь уверенность в помощи Всевышнего, бетахон. Мама сказала, хорошо. Ты будешь выдавать своих дочерей замуж твоим бетахоном, а я тем, что буду зарабатывать реальные деньги. И в течение нескольких лет мама работала без отдыха. Матери наших подружек так себя не вели. Через год после приезда вышла замуж моя старшая сестра. А еще через полгода женился мой брат. Маме было очень важно, чтобы ее дочь не чувствовала себя ущемленной. Она сумела выплатить все деньги за квартиру моей сестры, а затем за нашу квартиру. А после этого начала собирать деньги, чтобы выдать замуж меня и мою младшую сестру. В нашем доме всегда все зарабатывалось тяжелым трудом. И, конечно, Творец всегда помогал. Ведь это невероятно, чтобы женщина, которая приехала в Израиль 50 лет, сумела купить три квартиры в течение 10 лет. Собственную квартиру родители получили как помощь с неба. Они взяли банковскую суду в шекелях, но она не была прикреплена к индексу цен, и произошла большая инфляция, и долг просто иссяк. Мама говорила, что эту квартиру, ту самую квартиру в Санедре Мурхевед 107, куда тянулся целый поток поколения русскоязычных по Алле Чува. Эту квартиру ей дали в подарок. Итак, продолжает Равыцкак. Квартиры для наших дочерей мы покупали в долг. А чтобы выплатить долги, жена, уже работая в лаборантам, не оставляла работу в Ешиве. Подавала еду по праздникам, пятницам и субботам. Потом оставалось мыть посуду. Так что, начав пятницу, кончало работать в десять вечера на исходе субботы. И все это время мы ни разу, ни одного праздника не были вместе. Только забегали туда поесть с разрешения руководства Ешивы. Рабанит Финкель, которая заведовала хозяйством Ешивы, была очень довольна гитой. А дело было нелегкое. Ведь в праздники и субботы в Ешиве собиралось человек триста. А у литовских евреев какой был обычай? Свобода. Все молятся в разное время, а значит, у всех в разное время. Трапеза. Это у хасидов Хабада все строго в одно время. Все идут в микву, все идут на молитву. А у нас, ну, хочет человек помолиться у Котеля. Что ты ему сделаешь? Он и приходит в три часа на трапезу. И так прошло около пяти лет. Однажды вечером Гита пожаловалась на сильную головную боль. И внезапно потеряла сознание. Это произошло 19-го Тевета. Годовщину смерти ее брата. Он умер 18-го Тевета. Ночью мы вызвали скорую и Гиту отправили в больницу Адас. Диагноз кровоизвлияние в мозг. Но творец. Благословено его имя. Здоровье у Гиты восстановилось. И она продолжала работать, но уже не так напряженно. по приезде в Израиль Равицкака буквально через несколько месяцев попросили отправиться в Америку с группой для участия в сборе денег для религиозных школ. Хинух Ацмаи. И мы должны были прибыть до субботы. Но самолет задержался. летим и боимся, что не успеем добраться до захода солнца. Я говорил с летчиками, торопил их, и я договорился со своими спутниками, что мы проведем субботу в аэропорту. На всякий случай я взял с собой кирпич хлеба и банку консервов. Так рассказывали, мы уже об этом говорили. Равицкак всюду, куда его приглашали на субботу, он говорил, не беспокойтесь, у меня своя еда. Что он брал? Кирпич хлеба и банку бычков томати. Самое дешевое, 30 копеек. Так вот, когда мы приземлились, до захода солнца оставалось совсем немного времени, и вдруг мы видим, прямо по летному полю мчат две полицейские машины. из одной выскакивает мой свояк Равшолом Рабинович и с ним два здоровенных полицейских. Впервые в жизни я такое видел. На улицах полно машин, а полицейские несутся на красный свет. Мы примчались домой до захода солнца, и я еще успел окунуться в миг до зажигания свечей. Что же оказалось? Кто-то предупредил полицейских, что приехала делегация из Израиля, которой необходимо прибыть до места до наступления субботы, и сообщили адрес моих родственников. Они послали две машины, заехали за Равином Рабиновичем, и так мы успели до субботы оказаться в его доме. Эти дни в Америке были для меня очень счастливым временем. Я встречался со многими выдающимися мудрецами и много выступал. Я был на встрече с Равмойшей Файнштейном и беседовал с ним. Мы говорили о Торе, а слова великого мудреца и праведника это очень много значит. Когда я уезжал Равмойше, дал мне пятьдесят долларов, я не хотел брать. Ребе, я собираюсь работать. Так он мне сказал четыре слова из Талмуда. Талмуде 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 получал грош от Иова он благословлялся. Я понял, что он дает эти деньги, чтобы они принесли мне удачу. А Талмуде объясняется, что не только Иов был очень удачлив, но и всякий, кто с ним торговал, брал грош из его рук и получал огромную прибыль. Была у него особенная удача. Шутки шутками, но эти пятьдесят долларов были первыми, которые мы внесли за квартиру нашей дочери Сар. Тот же во время той же встречи, когда я уже уходил, Равеншин спросил, скажи, у тебя есть удостоверение Равина? Я сказал, нет, конечно. Равеншин учился с детства у своего отца, у великого мудреца, и всю жизнь он был действующим Равином. Равеншин сказал, Равеншин сказал, подожди минуту, и написал ему удостоверение. Этим я удостоверяю, что Равин, Равицкак Зильбер знает все четыре раздела Шелхана Руха и может решать еврейский закон. Продолжает Равицкак и говорит, что его также привели к Раби и Сатмара. И вид у него был буквально как у ангела. Я такого лица еще не видел. он мне тоже хотел дать доллары, но я не взял. А потом его приближенные обижались, что я ему не рассказал Деврей Тора. А он был только после болезни, и я боялся его утомлять. А они сказали, что это доставило бы ему большую радость. Увидеть человека из Советского Союза, из России, который говорит слова Торы. И меня привели также Раву из Любавича. Я пробыл у него час 15 минут. С 4 до 5 15 ночи. Причем больше говорил он, чем я. Я задал ему вопрос, чем мне заняться в Израиле. С одной стороны, у меня есть моя научная работа, по высшей алгебре. И это для меня легко. Я мог бы делать докторскую диссертацию в университете и больше времени посвящать Торе. С другой стороны, я могу преподавать Танах, Талмуд, но я не знаю, чем заняться, где смогу принести больше пользы. И Рэбби ответил мне так. В Израиле сейчас приезжают много евреев из России. Они подают заявление советским властям и пишут, что они хотят уехать в Израиль по национально-религиозным мотивам. В этой стране они лучше не станут. Там, в Советском Союзе, им хотя бы ради выезда стоило считать себя евреями. А в Израиле к этому нет никакого интереса. Если здесь ими никто не займется, они получат влияние улицы и начнут уезжать в Америку и другие страны. И произойдет осквернение имени Творца. А они называли себя, писали, что у них есть религиозные мотивы и их поступки будут буквально нарушением Торы. Поэтому сказал Рэбби «Я не вижу большей заповеди, большей митвы, чем привлекать русских алимов». И вот то, ради чего мы приехали в Америку, этот благотворительный обед, он состоялся в Йомрешон, в воскресенье. Зрелище было красивое, были великие мудрецы Торы Америки, а также богачи, и первым предоставили говорить мне. И это то, что сказал раб Ицкак. если бы взяли чистых ангелов и в 17-м году спустили на землю в Советский Союз, если бы им дали пережить революцию, гражданскую войну, разгул Бан, Петлю, Реденикина, Махно, Колчака, во время этой гражданской войны было убито около трехсот тысяч евреев. А дальше пережить коллективизацию, когда отняв у крестьян все дочисло, их сослали в Сибирь. И действия новой власти, которая немедленно закрыла и ешивы, и хедеры, и посадила за решетку тех, кто обучал Тори. А затем репрессии 1937 года, когда миллионы были расстреляны без какой бы то ни было причины, посажены в лагеря, а оттуда вернулись немногие. А затем гитлеровская оккупация, когда 90% евреев, Украины, Белоруссии, Эстонии, Латвии, Литвы были уничтожены. И голод в осажденном Ленинграде. А после войны процесс врачей и обвинения космополитизм. Космополитизм. Ай, говорит Равыцкак, Шаббат, я уверен, что от этих ангелов ничего бы не осталось. А в России, несмотря ни на что, нашлись евреи, которые рисковали жизнью ради соблюдения Шаббата, ради Кашрута, ради законов чистоты и семейных отношений, учили своих детей тайнотори, исполняли заповедь и выжили. Каждый шаг был опасен и каждый час свободы был спасением. Так вот, если бы поставили рядом этих ангелов и этих евреев, кто бы выглядел достойнее? Как сказано у пророка Уд муцальми эш У пророка Захария сказано это как бы головешка спасенная из огня. Это чудо. Тем более, что огонь был со всех сторон и опасности подстерегали каждого втайне соблюдающего законы Тора еврея со всех сторон. Я рассказал им многое из того, что записано в этой книге, то, что я рассказывал вам. О Ребе, которого я встретил в Грузии, я не назвал ни города, ни имени этого человека, чтобы не навлечь на него неприятности. Про то, как он рассказывал, что в день у него было подпольно 90 учеников. Про то, что он выпивал стакан чая только когда была пересменка. Когда дети, которые учились во вторую смену, уходили, а дети, которые учились во вторую смену, еще не пришли домой. Как он давал взятки милиционеров. И о себе я рассказал, конечно, не называя себя, как об одном учителе, который 20 лет проработав в школе, никогда не писал в субботу. И оставил научную работу ради того, чтобы жить как еврей и уехать в Израиль. О семье этого учителя, о его жене, учительнице, которая тоже никогда не нарушила субботу. О детях, которым родители находили учителей, закрывавших глаза на то, что эти дети не приходят в субботу в школу, а если приходят, то не пишут. И потом, как это заметили, я рассказал, как на общем собрании, когда спросили у этого учителя, вы верующий? Он перед всем этим враждебным собранием ответил «Да». И зал прямо вздрогнул. И я продолжу. Невзирая на трудности, люди из Советского Союза, из России, которые приезжают в Израиль, они делают это прежде всего ради своих детей. Мы надеялись, что в Израиле нам, наконец-то, не надо будет воевать за исполнение заповедей Торы. Мы надеялись увидеть здесь множество евреев, изучающих Тору. К сожалению, положение совсем не такое, какое мы ожидали. Есть опасность, что наш труд по воспитанию детей может пропасть даром. Этого нельзя допустить. надо укрепить в Израиле хенух от СМАИ частное, независимое, религиозное образование. И тогда у нас будет поколение, которое будет сильным в своем евреистве, верующим в Бога. Когда я говорил, люди переглядывали, смотрели друг на друга. И Равмойше, Файнштейн тоже переглянулся с кем-то. А когда я рассказал про этого грузинского рэбби, который каждый день тайно обучал 90 детей, открылись кошельки и сердца и начали давать деньги. Я поблагодарил устроителей собрания и сказал, «Сказано в Торе «Шмай Исраэле Ашем Илокейну Ашем Ихат Ваагав дает Ашем Илокейха Бихол Ивав Хау Бихоль Нав Шихау Бихоль Меодеха». Слушай, Израиль, Бог всесильный наш, Бог один, и полюби Бога всесильного твоего всем сердцем, всей душою и всем достоянием твоим. Как узнать, ты любишь Бога всем сердцем или нет? Но дальше сказано, пусть будут слова эти, которые я заповедал тебе сегодня на сердце твоем и обучи их своих сыновей. Тот, кто любит Бога, у того дети в светской школе не учатся». «Я узнал, что порой американские евреи, желая дать своим детям престижное образование, отсылают их в такие места. Потому и сказал, и закончил, «Мой отец учил меня еврейскому алфавиту Алифбейт и Танаху, и Талмуду, и Шулханаруху. Он был моим единственным грабином. И я тоже учил этому своего сына Бенциона, как сказано, «Вещинантам Леванеха», и научи этим словам своих сыновей». «Тот, кто любит Бога, будет это делать». Еще в одном месте в шаббат на третьей трапезе в синагоге должен был говорить Гаон Мойше Файнштейн, но он настоял, чтобы говорил я. А я так заговорился, что никто не успел ничего взять в рот. Равыцкак говорит, что эта глава называется «Счастливые годы». Как я работал? В центре абсорбции в Катамонах, Меркас-Клете нас посещали разные люди. Один еврей, выходец из Германии, Довид Файс, он был у нас и сказал, я работаю уже 7 лет и мне полагается годовой отпуск. Хотите поработать вместо меня в религиозном колледже Кириат-Нор, там, где преподают для мальчиков? Вы должны будете им преподавать математику. И я стал преподавать. Кончился год, Равыцкак, Равыцкак, вернулся. Я ему говорю, я сдаю вам дела. Нет, возражает он, идет к директору и говорит ему так, я живу в Израиле много лет, а Зильбер новый репантриант. Если вы оставите ему хотя бы полставки, я остаюсь, а если нет, ухожу, потому что он не скоро найдет работу, а я найду. А ведь он был небогатый человек и мне оставили несколько часов, а потом я нашел еще. Большое дело сделал для меня рэп Довид. А деньги нам нужны были для многого. Я в России старался вообще не одалживать денег, а здесь мы одолжили и большие деньги, а как отдавать. В Роша-Шана я молился. Господин мира, давай я все свалю на тебя. Ты же лучше знаешь, что надо. Я буду делать все, что от меня зависит, буквально как автомат, а переживать ни капли не буду. И мне стало легко. Как-то я прихожу в рабанут, в рабинат. я они мне давали для подработки переводить севрита на русский какие-то документы и закажу в кабинет главному чиновнику. А на душе у меня радостно. И я запел строчку из 71-го псалма царя Давида. На тебя, Бог, я надеюсь, и в обвеки не устыжусь. Я схватил его за руку и давай танцевать. А у него на лице неужели бедняга помешался? Новый репатриант, трудности абсорбции. А потом он всегда хохотал, когда меня видел. Наукой я не занимался, но работал много и был счастлив. В Кириат-Ноар учились полторы тысячи ребят. А я дополнительно занимался с ними в общежитии с 11 до 12 ночи. Когда я выходил, автобусы уже не ходили. Я пешком шел где-то часа полтора из Байт-Вагана, из Кириат-Ноара домой с Анедрио Мурхевет. Мне поручили вести занятия для новых репатриантов в Хайфе раз в 10 дней. И тогда я приезжал домой где-то в районе двух часов ночи. А в половине восьмого я уже должен был быть на занятиях в Кириат-Ноар. А на дорогу уходило минут сорок пять. И еще я организовал русские кружки торы в Тель-Авивском и Иерусалимском университете. и в Иерусалимском районе Невый Яков. И Творец давал силы для всего. университете. 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 Университет. Продолжение следует...